Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодин. Ну что, друзья, если вы, например, собрались в ближайшее время покупать себе новый смартфон, то, вы знаете, я все-таки вам настоятельно не рекомендую этого делать. Да, ведь в ближайшее время появится очень много интересных новых моделей, которые порадуют вас соотношением цены и качества. Так что обязательно смотрите это видео до конца, чтобы быть в курсе всех самых горячих новинок и не потратить свои денежки зря. Короче, давайте не тратить время зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя честно сказать, ну это уже как-то удивительно, ну согласитесь. Лайк, пока. А если вы хотите быть постоянно в курсе самых свежих и интересных новостей из мира гаджетовой технологии и знать о всех новинках, то обязательно подписывайтесь на наш канал, телеграм-канал. Ссылка будет в описании под видео. И вы знаете, меньше всего вам придется ждать новенький Realme 11 Pro Plus. Ведь компания должна представить этот смартфон в середине мая. И пускай сначала он выйдет исключительно только в Китае, но мы-то с вами компанию Realme знаем. Ну не любят же они долго держать свою основную линейку в стенах родного рынка. Так что не исключено, что в ближайшее время этот гаджет легко может появиться на полках в магазинах вашего дня. И советую вам следить за его появлением, потому что модель получилась очень интересной. Ну как минимум выглядит он прикольно, но согласитесь, ведь Realme стилизовали заднюю панель под кожу и добавили еще и вот такой вот интересный золотой шов. И вот по словам самой компании, такой вот дизайн придумали совместно с Матио Миното, который ранее был старшим дизайнером в Гуччи. Так это у меня телефон будет от Гуччи? Будет. Особенно он очень органично будет смотреться в кармане твоих штанов от чё там? С лапчатой бумажной фабрики или от чего они? Также Realme 11 Pro Plus выделяется еще и круглым модулем основных камер. И вот многие почему-то говорят, что его дизайн украли у Huawei Mate 40 Pro. Но знаете, как по мне, так вариант у Realme выглядит ну как-то более интересно. Ну а вот судя по надписи на модуле, Realme 11 Pro Plus получит основную камеру в 200 мегапикселей с оптической стабилизацией. И скорее всего они поставят сенсор Samsung Isocel, но все-таки в целях экономии используют прошлое поколение. Это HP1, ну или HP2. Ну а что касается процессора, то вот ходили слухи, что в него поставят Dimensity 7 серии. Правда, апрельская утечка все-таки разбила эту теорию. А все дело в том, что в сеть попали результаты Realme 11 Pro Plus в тесте Geekbench. И вот как оказалось, он же работать будет на Dimensity 1080. Так что производительность здесь должна быть хорошая, и смартфон даже, кстати, сможет потянуть тяжелые игры. Ну а в качестве дисплея сюда поставят AMOLED панель на 120 Гц с тоненькими рамками. Ну а все же Realme 11 Pro Plus, конечно же, выйдет не один, а в паре с Realme 11 Pro, который по характеристикам и дизайну будет очень похож на Plus версию. Но все же, по слухам, он получит менее крутую камеру в 108 мегапикселей. Да и, кстати, компания Vivo, вы знаете, тоже не будет стоять в стороне. И уже прямо сейчас разрабатывает парочку топовых бюджетников, которые, я уверен, что порадуют вас не только дисплеем, но еще и производительностью. В общем, в ближайшие месяцы компания Vivo выпустит два недорогих смартфона. Это S17 и S17 Pro. Ну и, как вы можете догадаться по названиям, первая модель станет базовой в линейке, а вот вторая – это уже улучшенной версии. И вот если, например, компания Xiaomi разграничивает модельный ряд по камерам, ставя разные модули в разные версии, то вот компания Vivo пошла по другому пути. Тут будут смартфоны отличаться процессорами. Ну вот, к примеру, Vivo 17S поставят систему на чипе Snapdragon с модельным номером SM7325. И вот, судя по всему, это будет уже знакомый нам с вами старый добрый Snapdragon 778G. Да, так что по производительности это будет такой уверенный середнячок, что я считаю, ну, очень даже неплохо. В то же время вокруг процессора Vivo S17 Pro выросла такая настоящая, знаете, ну, это, ну, не знаю, ну, Санта-Барбара. Так вот, значит, сначала все думали, что вот этот S17 Pro поставят Dimensity 7200. А потом уже появились утечки, что нет, что это будет Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ну, а все же, по последним данным, этот смартфон будет работать на Dimensity 8200, который Mediatek создали для субфлагманов. Так что получается, что прошка будет однозначно более мощной. Но в остальном смартфоны будут похожи. Например, оба получат OLED-дисплеи с разрешением 1.5K, основные камеры IMX 766V в 50 мегапикселей, а также еще и телевики на 12 мегапикселей. Все же, знаете, я думаю, что вот лучшим камерафоном в среднем ценовом сегменте все-таки станет следующий смартфон. Ведь, например, даже нынешняя модель и так уже дает прикурить флагманам. А новая, так я уверен, что поднимет планку еще выше. И вот люди, которые активно следят за миром технологий, я думаю, что уже поняли, что речь идет о Pixel 7a. И, знаете, честно говоря, вот эту вот модель я жду даже больше, чем Pixel 8. Потому что в нем сделают вот те самые улучшения, которые его точно сделают лучшим смартфоном в средней ценовой категории. То есть, погоди, если к смартфону приклеят ложку для обуви, чтобы ты, оказывается, себе пальцы не сдирал, то и он станет лучше? Что у тебя в голове, а? Ну, во-первых, Pixel 7a наконец-то получит новый модуль камеры. И вот, по словам источников, Google поставит модуль в 64 мегапикселя и еще и с оптической стабилизацией. Не, ну, конечно, не рекорд прямо для Android-смартфонов, но все-таки с алгоритмами Google, поверь, я уверен, что эта камера вас удивит. Во-вторых, в бюджетном пикселе наконец-то появится OLED-дисплей с быстрой частотой обновления в 90 Гц. А что самое прикольное, так это то, что компания Google продолжит придерживаться компактного форм-фактора и установит панель в 6,1 дюйм. Ну и третье серьезное улучшение – это новый процессор Tensor G2. А при том смартфон также еще и получит 8 ГБ оперативки LPDDR5 и накопитель в 128 ГБ. Так что Pixel 7a станет еще ближе по мощности к современным флагманам. В то же время вот в плане дизайна каких-то особых изменений не будет. Это можно сказать наверняка, ведь в сети уже полно живых фотографий этого устройства. Оно выглядит как копия базового Pixel 7. И вот все вот это вот Google планирует продавать за 450 долларов. Да, это, конечно, будет далеко не самый дешевый смартфон, но все-таки с учетом характеристик и возможностей, я считаю, что цена отличная. Ну а вы знаете, все-таки несмотря на вот это вот все, у компании Pixel 7a будет еще один очень серьезный конкурент в лице на Symfone 2. Все-таки первая модель стала очень популярной этого смартфона в своем классе. А вот в новой версии компания еще и улучшит все то, что сделало этот смартфон настолько популярным. Но прежде чем продолжить, вот тебе мой совет. Значит, если ты в преддверии лета решил привести себя в форму, пошел в качалку и вместо того, чтобы накачаться, подорвался, то не нужно расстраиваться, не нужно. Все, что нужно сделать, это зайти на мой канал, посмотреть мои видео и выбрать себе нормальный, мощный смартфон. Все. Что значит зачем? Ну сам-то ты уже навряд ли к лету накачаешься. А вот игрока своего в игре прокачать к лету сможешь. Ой, ладно, не надо, не блайдари. Подписывайся. В общем, в этом году у нас симфон 2 станет еще таким более серьезным конкурентом для пикселей. Вот, к примеру, его планируют сделать более мощным и поставить в качестве процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1. Да, я знаю, что сейчас это не самый мощный процессор на рынке, но я считаю, что это все равно серьезный апгрейд по сравнению с предыдущим Snapdragon 778G. Притом не просто в плане повышения чисто мощности, нет, но еще и в плане алгоритмов. В итоге от этого смартфона можно ожидать не только просто улучшения производительности, а еще и повышения качества съемки. Ну, о самих камерах, правда, пока ничего не известно. Но компания явно планирует улучшить этот аспект. Ведь в одном из интервью генеральный директор Nothing CarPay сказал, что следующая модель будет более премиальной. Ну, а раз они нацелились на такой сегмент, то им, как ни крути, придется серьезно так подтянуть качество камеры. Ну, а что касается самого дизайна, то как бы это было не прискорбно, но инсайдеры пока не смогли достать полноценное изображение этого смартфона. Но все же на днях компания сама поделилась тизером. И вот, судя по нему, на Sinfon 2 сделают в стиле первой модели и оставят вот эту вот прозрачную крышку с LED-подсветкой. О, кстати, Русик, ты свои эти кроссовки с подсветкой, которые ты себе купил в прошлом году, не выбрас? Конечно, будешь самым модным у себя на районе. Ну, правда, только ночь. Ну, ясное дело, что, конечно же, компания Xiaomi пока тоже не закончила с выпуском новых смартфонов. И вот в 2023 году нас еще ждет много моделей. И вот одной из таких интересных моделей стал долгожданный игровой смартфон. Ну, если вы помните, то еще в начале года ходили слухи, что Xiaomi якобы решили заморозить эту линейку. Но, друзья, как оказалось, Black Shark все-таки выйдет. Притом китайцы решили играть, как говорится, по-крупному и сделают не просто игровой смартфон, а такого сделают серьезного конкурента недавнему ROG Phone 7 Ultimate. Так вот, как пишет Digital Chat Station, вот в эту вот новинку поставят самый топовый процессор от Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 2. Ко всему источники говорят, что Xiaomi придумала какую-то еще и улучшенную систему охлаждения, которая якобы позволит смартфону работать на максимальной мощности, притом долгое время. Не, ну я, конечно, не сомневаюсь в усердии компании, но даже Asus не смогла сделать вот это вот внутреннее охлаждение нормальным, которое бы спасло ROG Phone 7 Ultimate от перегрева. Ну, не знаю. Может, у компании Xiaomi есть какие-то идеи и получше. Русик, это все равно лучше, чем твоя идея сидеть под кондиционером. Это же надо придумать такое. Спасался он от перегрева. А потом сам неделю с температурой 39 был. А вот что мне уже меньше нравится, так это то, что Black Shark 6 получит аккумулятор в 5000 мАч. Не, ну это не то, чтобы, конечно, мало, но все-таки, по слухам, смартфон поставит не только мощный процессор, но еще же 2К-дисплей. И как по мне, так в такой комбинации аккумулятор должен быть побольше, чтобы же смартфон не разряжался за пару часов в играх. Хотя, знаете, возможно, компания Xiaomi решила компенсировать вот эту не самую крутую автономность быстрой зарядкой. Ведь, по словам источников, Black Shark 6 будет поддерживать блоки в 100 Вт. Потому пока выглядит все так, что смартфон будет хоть жить и недолго, но зато очень быстро заряжаться. Итак, друзья, наконец-то мы с вами подобрались в стройке самых ожидаемых смартфонов 2023 года, которые должны выйти вот в ближайшее время. Например, уже несколько лет ежедневно я читаю слухи о выходе Pixel Phone. И в какой-то момент, вы знаете, мне даже показалось, что смартфон вообще никогда не выйдет. Но все же за последний месяц вот этот вот смартфон превратился из нереального слуха в реальную вещь. Да, он компания Google даже полноценный анонс сделала, показав дизайн этого смартфона. И вот, как оказалось, компания не собирается опять заново изобретать колесо и сделает прямой аналог Galaxy Fold только в классическом дизайне пикселей. И вот что бросается в глаза в первую очередь, так это довольно толстые рамки верхней и нижней части внутреннего дисплея. Не знаю, видимо, компания Google просто решила, что вот этот вот глазок фронтальной камеры просто будет нам с вами мозолить глаза. Поэтому решила сделать верхнюю и нижнюю рамку потолще, чтобы тем самым спрятать вот эту вот камеру. В то же время, что касается характеристик, то компания, конечно, все держит в секрете. Но, правда, инсайтеры уже все разознали и нам с вами рассказали. Так вот, по их словам, Pixel Fold будет работать на процессоре Tensor G2. Также еще и получит основную камеру в 48 мегапикселей, телевик и ультраширик. Что касается внутреннего и внешних дисплеев, то это будут OLED-панели обе с частотой обновления в 120 Гц. Ну и понятно, конечно, что это пока только слухи, но раз, знаете, инсайдеры точно предсказали дизайн устройства, то и утечки по поводу характеристик, скорее всего, тоже оправдаются. Ну а как там будет на самом деле, мы с вами узнаем вот совсем уже скоро, 10 мая, на вот этой вот большой презентации компании Google. Но все же Google это не единственная компания, которая выпустит новый гибкий смартфон. И, например, та же компания Motorola выпустит своего убийцу Galaxy Flip. И вот, значит, по слитым изображениям Motorola Razr 40 Ultra, вы знаете, выглядит даже более интересно, нежели Galaxy Flip 4. Ведь вместо того, чтобы делать один маленький экранчик, компания Motorola решили закрыть вообще всю внешнюю панель одним большим экраном. Это же не только позволит делать какие-то там, не знаю, базовые задачи, не раскрывая смартфон, но еще и открывает широкие возможности для персонализации, если так можно сказать, устройства. Ну, по сути, вам не придется докупать еще какие-то там наклейки или там, например, сменные панели, чтобы обновить дизайн смартфона. Ведь вы сможете просто поставить новую картинку. И все. Или фотку своего уха, чтобы когда прикладывали поговорить, все удивлялись, что телефон прозрачный. Слушай, прикольная идея. Вот молодец же, Русик. Растешь? Два сделаем, типа это я придумал. Хорошо? О, кстати, Русик, можно поставить фотку, например, своего уха. И когда ты будешь прикладывать к уху, все люди будут думать, что у тебя прозрачный смартфон. При этом же с Motorola еще и оставят пару камер на внешней панели и просто сделают для них такие вырезы в дисплее. Правда, тут, конечно, сами модули особо не впечатляют. Ведь в качестве основного поставят Sony IMX563 с разрешением 12 мегапикселей, а также еще ультраширик на 13 мегапикселей. Но я все-таки надеюсь, что в этот раз компания Motorola все-таки доработает алгоритмы и смартфон действительно будет снимать хорошо. Ну а что касается процессора, то Razer 40 Ultra будет работать на Snapdragon 8 Plus Gen 1, что уже немного, знаете, как-то странно для флагмана 2023 года. И пускай это неплохой чип, но все-таки смартфон будет с кем конкурировать? С Galaxy Flip 5, которому приписывают что? Правильно, 8 Gen 2. И думаю, что вам не нужно объяснять, кто из этих чипов будет более мощный. Возможно, в компании Motorola просто решили сделать Razer 40 Ultra просто дешевле, чем у конкурента. И тем самым привлечь аудиторию, которая не хочет переплачивать. Может так. Ну и ясное дело, что, конечно же, в 2023 году выйдут и новые айфоны, которые, кстати, во многом станут знаковыми для компании Apple. А все дело в том, что в новой вот этой вот линейке айфонов нас с вами ждет несколько важных изменений. Ну, во-первых, например, все модели iPhone 15 получат тот самый вот этот вот динамический остров, который Apple впервые представила в iPhone 14 Pro. В то же время вот повышенная частота обновления дисплея и Always On все также останутся эксклюзивами iPhone 15 Pro и 15 Pro Plus. Второе важное изменение – это замена уже устаревшего порта Lightning на USB-C, чего мы с вами ждали уже много лет. Ведь проблема не только в том, что фирменные вот эти вот кабели Lightning просто и все. А еще в медленной скорости передачи данных, в зарядке. Ну, а все же, конечно, компания Apple не была бы собой, если бы не придумала какое-нибудь «но». Так вот, по словам Минчикуа, в iPhone 15 поставят USB-C стандарта 2 и 0, а вот в Pro уже поставят USB-C 3 и 2. Для чего, для чего? Чтобы оставить вот эту вот социальную пропасть между богачами и обычными людьми, такими как ты. Конечно. Чтобы разные нищеброды даже в мыслях себе не могли подумать, просить у этих богачей зарядку от Pro. Ну и к тому же собирается еще и поставить во все модели MFI, которые определяют, используете ли вы официальный кабель или нет. В итоге, если вы, например, решите себе прикупить какой-то там USB-C не у Apple, то ваш новенький iPhone будет медленно заряжаться и медленно передавать файлы. Ну и, само собой, в грядущие iPhone поставят еще и новый процессор. Ну а если быть точным, то новый процессор получат не все, а только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Так вот, по словам источников, смартфоны установят новый 3-нанометровый чип TSMC, который будет на 15% быстрее A16. И, кстати, еще и будет жрать на 35% меньше заряда. В свою очередь, iPhone 15 и 15 Plus получат нынешний A16 Bionic. В свою очередь, iPhone 15 и 15 Plus получат нынешний A16 Bionic. Ко всему, компания Apple собирается поставить в свой флагман еще и перископический телефото-модуль. И да, друзья, я не оговорился, только один флагман, а именно iPhone 15 Pro Max. Но, правда, пока непонятно, насколько сильно он сможет приближать картинку. Ну, например, многие делают ставку на пятикратный зум. Да, так что, как видите, в этом году еще будет много интересных смартфонов. И в комментариях, знаете, обязательно напишите, какой из сегодняшних смартфонов, о которых я разговаривал, заинтересовал именно вас. Ну, и также, конечно, посмотрите еще и вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще и веселые, и интересные. Ну, и главное, помните, все самое интересное где? Правильно, в коробке.